Всем привет, ребят! Очередная посылочка из Китая. Я сомневаюсь, что будет кому-то интересно, но в любом случае я показываю всякую херню, что я покупаю из Китая. Тем более, что так ее все рекламировали. Я так понял, что скоро официально продажа будет. А то, знаете, у нас, если идет реклама у всех топовых блогеров, в таком случае скоро будет официально продажа в Алло, Цитрусе и всяких конторах. Но, естественно же, я не удержался. Отвалил за них дофига денег и купил Redmi Airpods, ребят. Да-да-да-да-да-да. Нет, извините, называется AirDots. Чтобы вы увидели, встречает нас, естественно же, чисто в китайские символы. Тут используется Bluetooth пятерочка. Слушай, пишут, что и зарядка, Bluetooth 5.0, автоматическое включение из информации. Я смотрю, что в самих ушах аккумулятор идет и сороковочкой, микро миллиамперов часов, и в аккумуляторе их 300 идет. Есть, я так думаю, ну что вы видите, но по факту, ну что информации здесь интересной мы не увидим. Давайте попытаемся их вскрыть. Я смотрю, что, знаете, как-то говорится, куша целочка еще. Все полностью не вскрывали. Есть. И глянем, что же встречает нас. Покупал 27 долларов. Я считаю, что куша дорого. Действительно для ушей. Но, в любом случае, знаете, я говорил, что все для канала. Так, инструкция на китайском сторону сразу. Даже не хочу читать, что еще у нас есть. Ребят, это самое в комплектации экономное, что есть. В комплектации идут амбушюры и все. А где хотя бы шнурок? Китайцы, вы что, офигели или что? Скажу честно, я чуть-чуть в шоке. За те деньги, что я отвалил за них, то я считаю, что можно будет уже вкинуть и шнурка. Слушай, впусть дешманского, но в любом случае. Здесь что указано? Снова вот такие. В питание, что в 500 микроампер. Я так понял, что, слушай, в питание идет полампера или 150 у нас. Ну, с качками идет. Скажем, интересного тут нет. Но что из плюсов, что сделано все вполне окей и по качеству претензий. Вот знаете, всеми вот любимый Мишка у нас идет. Да-да, ребят, хотя, слушай, изменили типа бренд, по факту, что он здесь. Открываем. Ну, смотрятся они классно. Знаете, что я вам скажу. Первое впечатление, что все тут круто, тем более, что так их рекламировали. Вот, чтобы вы увидели, как изнутри идут. Я, может, сделаю чуть сближения, чтобы картинка была хотя бы чуть-чуть получше. Аккуратненько вскрывается-закрывается. Но, ребят, одной рукой фигушки вы их откройте. И придется, естественно же, использовать еще одну конечность. Тут пленки, кстати, у нас идут. Вот видите, смотрите, раз и два. Я не знаю, там терпимо видно. И здесь, тем более. Давайте их, наверное, тыкнем изначально в бокс. Кстати, тут я чувствую, что кнопочки идут физически. Вот у меня были уже Xiaomi, именно одно ухо. Тут вся претензия была именно в том, что там использовалась эта кнопка. И ты ее кладывал, знаете, в такое чувство, что для тебя кто-то в ухо засовывает что-то плохое. Честно. Давайте испытаем, а что же здесь? Блин. Извините, вот реально. Так, смотрите. Все пленочки скинули мы. В теории, я думаю, что здесь питание и указатель. Потому что пишется, что правый у нас, ребят. А здесь указателя, естественно же, вот нет. Китайцы о таком и не думали. И втыкнули его сюда. Кстати, вот что плохо, что индикатора вы здесь не увидите. Я надеюсь, что все показано. Давайте попытаемся и включить. Тем более, что знаете, инструкцию на китайском я не в курсе. Но смотрю, что включился индикатор у нас. Так, включился здесь. А тут что? Ну и для спортивного интереса попытаемся еще включить звук. Чтоб мы услышали. Включили Bluetooth, ребят. Так, включили и поиски его. Да-да, ребят, я хожу из Мейзу. Есть, смотрите, чтоб вы видели. Но в чем прикол? Ну, что пишется, что только включился правый у нас. Раз. Идем. А левый чем? Думает о чем-то, о смысле жизни. И, кстати, индикатора вообще тут нет. И пишется, что аккумулятор 100%. Я не знаю, вот в камере вы увидите или нет. Но показывается, что все включено. Все окей. Так, включим что-нибудь, естественно же, из музыки. Мне аж интересно. А то все, что такой степени, вот рассказывали, что тут все классно. Так, знаете. Ай. Ай. Где-то я специально скачал что-то из музыки. Сюда, аудио, кал. Да. Естественно же, я сэкономил и забыл. Тут тишина. Секунду в такой ситуации. Что делаем? 100% где мы будем использовать его в конечном итоге. Включать в кино или слушать что-нибудь из музыки. отказаться от подписки. Не понял. Что это за хрень? Сюда. Так, а там стабильно включалось, чтобы было онлайн. Есть. Так, я не знаю, вы услышите или нет, но звучание здесь идет. Нет, вот, ребят, в чем прикол, что включено и левый, и правый. Все и срабатывает. И, конечно же, сделаем что для спортивного интереса. Втыкну их в уши. Да, попытаемся испытать. Ну, ребят, знаете, я вам скажу, что, не знаю, честно, все-таки, ну, в кофту на я. Класс. Так, я не знаю, вы услышите, там, что идет, но звучание, кстати, вообще офигеть. Они действительно все-таки, ну, что стоят в тех денег. Да ты шо? Так, ребят, скажу, ну, честно, это самые крутые наушники, что у меня, ну, что были из беспроводных, вот, именно из компактных за последнее, ну, что время, что использую. Звучание здесь, ну, что действительно, ну, что классно. Я изначально скепически относился, знаете, и хотелось больше сказать плохого чего-то, но по качеству звука здесь вообще изумительно. Одну секунду, я пофотаю чуть-чуть, чтобы две секунды, чтобы вы увидели именно в ухе, что, куда оно идет. Раз, ты фоткаешь или нет? Раз, впереди. Да, вот, я всегда, ну, что делаю долгие и нудные распаковки, видео, где-то. И снова всем привет, ребят, вы на канале Адзеки из Китая. Мы испытываем AirDots от компании Redmi. Ребята, вот, не Xiaomi, а именно от Redmi идут. Есть так, потому что вписали Full HD видео, но звучание тут, ребята, вообще просто офигеть. Да, я заплатил за них кучу денег, но реально, я считаю, 30 долларов вполне окей. Вот, чтобы вы увидели, как смотрятся они в ухе, идут, есть, я надеюсь, что все увидели, плюс-минус, сюда, ой, извините, нет, он втыкнул, раз, и по фото, специально в картинке. Сюда, вот так идут, компактно, аккуратно, ничего отлично, вот, смотрите, что из уха у нас идет. Но по качеству я вообще просто был в шоке. Потому что, действительно, знаете, мы стыкаемся с такими моментами, что пусть там, да, цена чуть-чуть вдруг окажется для кого-то за, ну, что крупная. Но по факту так. Что, кстати, и с кейсом действительно интересно. Посмотрите, Telempay их и держится. Включилось питание. Индикаторы у нас и здесь, и там, и есть красненькие. Но, ребята, это действительно будущее. Все-таки, за такие деньги и получать отличный звук, все окей. Единственное, что, естественно же, из замечаний я придумал, с чему домахаться, что в комплектации вот нет USB и тут, что используется microUSB. Но за ту стоимость, что они стоят, я считаю, что окупают каждую копеечку. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки и комменты. Пока.